Друзья, всем привет! Вы на канале Таниколада. Меня зовут Татьяна Колодяжная и я мастер украшений ручной работы в технике проволочного плетения. Делаю свадебные, вечерние и повседневные украшения. И сегодняшнее видео будет отличаться от других, но от этого не станет менее полезным. Сегодня я хочу поднять важную тему свадебной церемонии и подготовку к ней. А именно сегодня мы с вами поговорим об образе невесты и как сэкономить на нем, но все равно при этом остаться неотразимой. То, о чем я хочу рассказать в этом видео, вполне может отличаться от вашего мнения, и это нормально. Я высказываю свою точку зрения и, возможно, вы сможете увидеть в этом для себя что-то новое, интересное и подходящее. Если же вы со мной не согласны, опишите свою позицию в комментариях, но для того, чтобы наша дискуссия была разумной и эффективной, приводите аргументы своей позиции. Итак, свадебная церемония важна для многих девушек, и каждая на ней хочет выглядеть неотразимо. Нам кажется, что это самый важный день в нашей жизни, и все вокруг, вплоть до мелочей, должно быть идеальным. Многие часто теряют рассудок и начинают мыслить без ограничений. К примеру, свадьба в кредит. Кстати, как вы считаете, нормально ли это? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. В свадебной тематике все строится на деталях, которые мы хотим довести до совершенства. Нам обязательно нужно лучшее платье, прическа, макияж, туфли, букет, маникюр, украшения и так далее. И все это стоит денег. По отдельности стоимость каждого элемента может выглядеть нормально, но когда считаешь общий чек, можно испугаться. Отсюда вытекают мысли о том, что здорово было бы на чем-то сэкономить. Но экономия не всегда дает желаемый результат. Именно поэтому сегодня я хочу поделиться с вами своими мыслями, как сэкономить на свадебном образе, но при этом все равно остаться неотразимой. И начнем мы, как полагается, с платья. Многим из нас с детства через сказки, мультфильмы или мелодрамы вбили в голову образ идеального принца, который прискачет на белом коне и заберет нас таких волшебных и красивых. Но обычно на этом все сказки и мелодрамы заканчивались, что собственно и отражает всю ванильность ситуации. А реальность такова, что конец на самом деле это только начало. И каким будет продолжение зависит от вас двоих. А пока мы выбираем платье. И как я говорила чуть ранее, многие теряют контроль над своими эмоциями, аргументируя это тем, что свадьба бывает лишь раз в жизни. Вы наверняка слышали эту фразу тысячу раз. И готовы бежать и покупать себе блестящее бальное платье и фату. Пусть даже в кредит. Конечно, так уже делают далеко не все, но все же. Я предлагаю рассмотреть иные варианты свадебного наряда. Да, ваш наряд может быть белым, но он не ограничивается платьем. Это может быть белый костюм с пиджаком и брюками. Это могут быть красивые классические шорты и пиджак или коктейльное легкое платье. И вовсе не обязательно искать его именно в свадебных салонах. Вы можете просто поискать белое платье и выбрать понравившееся и подходящее по фасону. Искать его можно онлайн, на разных маркетплейсах, таких как Озон или Вайлдберрис. А можно поехать в магазин вечерних платьев. Если это лето, то все еще проще. Любой магазин одежды в вашем распоряжении. Да, вы сейчас могли бы верно заметить, что наряд на свадьбу вообще можно не покупать, а взять, например, в аренду. Но это довольно спорный момент и вот почему. Кому-то важно, чтобы это было только в ваше платье, чтобы никто ранее не надевал его. Кто-то верит в приметы, к примеру, что нельзя одевать одно и то же свадебное платье на разные свадьбы. Я не рекомендую вам верить в приметы. А кто-то, снова наткнувшись на мысли о том, что это аренда, а не покупка, все равно могут выбрать то самое блестящее бальное платье, ссылаясь на то, что оно ведь не мое, и я его потом сдам. Но вероятен риск, что вы случайным образом испортите это платье, и тогда вам придется за это платить более стоимость его аренды, либо и вовсе полную стоимость. А теперь представьте, как вы будете переживать в течение всей церемонии, чтобы не дай бог не порвать, не залить чем-то или вообще не сжечь это платье, например, если вы запланировали фейерверки, всякое может быть. Если же вы все-таки решили не отказывать себе в покупке такого платья, то подумайте, что вы будете делать с ним потом. И вариант, что оно как бабушкино всю жизнь провисит у вас в шкафу, вряд ли прокатит, потому что за свою жизнь вы можете 200 раз переехать, и вам придется вместе со шкафом таскать это самое платье с собой. А продаются, кстати, бу свадебные платья очень плохо, проверено на себе. Рассмотрите вариант такого наряда, который не будет помпезным, но создаст атмосферу легкости мероприятия. В качестве примера платье в стиле боха или просто белый красивый сарафанчик. А кто-то и вовсе не захочет белое. К примеру, я на свою свадьбу купила серое платье, и мне так очень хотелось. Но на тот момент я также была окрылена ощущением волшебства и слышала со всех сторон, что свадьба бывает один раз в жизни, ничего страшного, давай возьмем свадебное, говорила мне радостная мама. Оно не было бальным, но все равно очевидно оно торжественное. И в лучшем случае когда-нибудь я смогу его надеть на фотосъемку, а больше оно никуда не годится. И покупалось оно, кстати, за 17 тысяч. И, кстати, это было уже второе платье. Если вам будет интересно, я сниму отдельное видео про свою свадьбу. Важно понимать, что это всего лишь вещь, а прекрасной вы можете быть и в другом наряде, который будет вас радовать даже в будни. В простоте в данном контексте есть даже некий шарм. Если вы со мной не согласны, напишите свое аргументированное мнение в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Ну и думаю, мой посыл понятен, поэтому двигаемся дальше к прическе и макияжу. Я намеренно объединила эти два пункта в один, потому что чаще всего этим занимается один человек, свадебный стилист. Когда я готовилась к своей свадьбе, а это был 2018 год, стилисты называли мне сумму в 10 тысяч рублей за образ. Макияж плюс прическа. Возможно, кому-то покажется, что это мелочь, а для кого-то это вообще недопустимая роскошь. Я даже не знаю, в какой категории находилась я, потому что вроде бы я и могла в тот момент потратить на себя любимую эти деньги, но все мое нутро этому сопротивлялось, и мне почему-то казалось, что это как-то очень дорого. И какой я нашла выход? Я зашла на всеми любимый YouTube и посмотрела пару уроков по самостоятельному свадебному макияжу, контурингу лица и тому подобное. И успешно накрасила себя сама. Подробнее я расскажу о своей свадьбе в отдельном видео, если вам будет это интересно. Прически, тем более самой себе, я делать не умела. И сама стрижка у меня была довольно сложной, как говорили мне все стилисты. У меня были длинные волосы до поясницы, но верхняя так называемая шапка была короткой. Я много лет так стриглась, потому что по-другому очень тяжело управляться с густыми волосами. И среди начинающих мастеров я нашла девушку, которая сделала мне три пробные прически за 2000 рублей и бартер. Но это было уже по моему желанию, так как я занимаюсь свадебными украшениями, я рекомендовала ее своим невестам. Затем мы выбрали наилучший образ для меня, который со стороны для обывателя выглядел просто как накрученные локоны. И я хочу заметить, что из трех разных образов, среди которых был и пучок, и что-то еще, этот мне понравился больше всего. И это действительно классный вариант, особенно если у вас какое-то легкое платье. Под легким я имею ввиду платье, которое, представьте, развивается на ветру. Такую прическу можно украсить специальным украшением, которое вы можете найти в частности и у меня по приятным ценам. Сейчас, кстати, очень хорошая акция. Либо вы можете заменить украшение на натуральные листья или цветы. Но там есть тоже своя важная особенность, о которой я говорю в другом своем важном видео. Посмотрите его, пожалуйста, после этого, если не видели. Ссылку на него я оставлю в описании. Либо есть классный третий вариант. Вы можете вообще ничего не делать с волосами и не важно, какая у вас стрижка. Просто уложите волосы, как вы обычно это делаете, откройте одно ушко и найдите для себя каф. Он заменит вам и серьги, и украшения для волос, и сделает образ ярче, и подчеркнет силуэт. По кафу у меня, кстати, недавно вышел большой и очень подробный мастер-класс. Многим он понравился, поэтому заходите на мой канал. Посмотрите, возможно, он окажется для вас полезен. Однако там довольно нарядный каф, и не все захотят морочиться с его созданием. В таком случае вы можете либо заказать его у меня, либо, опять же, если вам будет это интересно, я сделаю еще один мастер-класс по другому каф, который можно сделать еще легче. По этому поводу, пожалуйста, обязательно напишите свое мнение тоже в комментариях. Уже давно никого не удивишь, если вместо туфель под вашим свадебным платьем будут красоваться кеды. Также вы можете использовать балетки, разных видов сапожки, к примеру, кружевные. И, конечно же, если вам очень хочется, можно подобрать к своему образу туфли на высоком каблуке, но тогда продумывайте свою программу так, чтобы вы могли выдержать это время на высоких каблуках. Ну и, конечно, помним о сезонности. Обратите внимание на полезные ссылки в описании к этому видео. Повторюсь про каф, при наличии которого вы можете особо не заботиться о своей прическе, вне зависимости от длины ваших волос. Это тоже своего рода экономия. Если же вы остановились на пучке, то вам подойдет, ну, наверное, любое украшение. И если вы не профи в теме рукоделия, если это тема вам вообще не близка, я могу предложить вам помимо своей помощи сделать очень легкий гребешок. Для этого вам понадобится гребень, основа, акриловые бусины, похожие на жемчуг. Вполне достаточно одного размера бусин в диапазоне от 0,8 до 1,6 см. Какой-то один размер. В украшении применяйте следующим образом. Чем больше размер ваших бусин, тем меньше их количество. Если же вы, например, любитель минимализма, можно следовать такой же рекомендации и с маленькими бусинами. То есть маленькие бусины и их небольшое количество. И также вам понадобится проволока для бисероплетения толщиной от 0,3 до 0,4-0,4,5 мм. А цвет серебро или золото выбирайте по желанию, либо под ваши серьги. Найти все эти составляющие можно на Алиэкспресс, но тут нужно учитывать время доставки. На маркетплейсах типа Озон, либо на сайте ярмарки мастеров, либо в магазине товаров для творчества в вашем городе, если такое есть. Очень много полезных ссылок будет в описании к этому видео. Пожалуйста, обязательно посмотрите. И начнем наш очень простой и очень маленький мастер-класс по созданию этого самого гребня. Берем проволоку, отмеряем небольшой кусочек и отрезаем. Небольшой кусочек примерно сантиметров 30. Так как гребень я взяла золотой, поэтому и проволоку выбираю золотую. Продеваем кончик проволоки через одну бусинку. Приставляем ее к центру гребня и продеваем обе проволочки с двух сторон от среднего зубчика. Далее через заднюю часть гребня вытаскиваем проволочки и каждые по отдельности обматываем бусинку. Вытягиваем концы на лицевую сторону гребня. Снова нанизываем вторую бусинку точно таким же образом. Продеваем проволочку через зубчик, назад отводим проволоку, обводим проволочкой вокруг бусинки и продеваем проволоку через верх, сзади и на лицевую сторону выводим. Продеваем последнюю третью бусинку и делаем то же самое, что и с предыдущей. Продеваем проволочку через низ, обводим вокруг бусинки, выводим наверх, сзади, выводим обе проволочки назад и обматываем каждую проволочку вокруг ближайшего зубчика. 4-5 оборотов будет достаточно. делаем то же самое со второй проволочкой. и теперь отрезаем лишние хвостики, но не совсем под корень, а так чтобы можно было острый хвостик загнуть на лицевую сторону украшения. Теперь берем плоскогубцы и поджимаем наши проволочки. поджимаем так, чтобы хвостики не торчали, потому что они острые и будут цепляться потом за волосы. Их нужно завернуть на лицевую сторону и очень хорошо прижать, опять же для того, чтобы не цепляться. все хорошо поджимаем, проверяем. И вот наш гребешочек готов. Такой очень быстрый и очень легкий мастер-класс. Я уверена, что вы с этим точно справитесь. ну и двигаемся дальше. здесь вариантов много и я уверена, что я даже не знаю их все. Однако попробую выделить два основных пункта. либо это живые цветы, например, букет или одиночный цветок, листья, либо полевые цветы. И вторая категория сухой букет, то есть это сухоцветы, стабилизированные листья, шишки, хлопок и тому подобное. вы вполне можете собрать букет невесты самостоятельно. И чтобы сделать это красиво, вам потребуется такое качество, как насмотренность. Есть всеми любимый сайт и его удобное мобильное приложение Pinterest. Там вы можете найти огромное количество красивых картинок по запросу. поищите там букет невесты, сухие цветы и тому подобное. Посмотрите из чего они состоят, выделите для себя понравившиеся и соберите что-то подобное. И хочу сделать от себя заметочку про сухие цветы. Это вообще другой мир. Они совсем другие и невероятно красивые. И важнейшим на мой взгляд их преимуществом является долговечность. Они не завянут и не испортятся. Они могут стоять у вас на полке годами и напоминать о важном событии в жизни длительное время. При этом их стоимость будет такой же, как живой букет, который завянет у вас ну там максимум через две недели. Мое дело рассказать вам об этом, а вы уже выбирайте то, что вам больше нравится. Крайние годы все большую актуальность приобретает естественность. И уж точно антитрендом являются наращенные ногти. Нет, если у вас есть какие-то проблемы с ногтевой пластиной, которую нельзя решить простыми методами маникюра с покрытием обычным, к примеру, лечебным лаком, то безусловно можно прибегнуть к наращиванию. Но тут уже лучше поискать хорошего мастера, который не подчеркнет ваше несовершенство. И, конечно, решать это только вам. Но помните, что естественный и ухоженный маникюр это очень здорово и вполне годится для свадьбы. Кольцо – это важный атрибут вашего социального статуса, который особенно важен для девушек. Рекомендую выбирать кольцо, которое вам будет удобно носить ежедневно и при любых обстоятельствах. Так, например, кольцо с большим выпирающим камнем при ежедневной носке будет доставлять вам массу неудобств. Золото или серебро исключительно по вашему желанию. Но помните, что кольцо – это примерно такой же атрибут, как и платье. Это просто вещь. Да, более ценная, но просто вещь. Со временем у вас могут увеличиться в объеме пальцы, и кольцо, например, придется поменять. Если вам все-таки важно, какое оно, попробуйте искать какие-то красивые колечки в среднем ценовом сегменте. Так, например, мы с мужем покупали кольца в торговой марке «Линии любви» и еще и попали на акцию, кстати говоря. Ссылочки на наши с мужем кольца и вообще на этот сайт я оставлю в описании. Если же вы считаете, что не стоит экономить на кольцах, то это, конечно, полное ваше право. Ну и, наконец, празднование торжества и главный посыл, который я хотела донести в этом видео. В России так принято, что празднование свадьбы обычно проходит в ресторане или кафе. Количество гостей зависит от вашего желания и возможностей. Но здесь сразу включается некий фактор неудобств. Кого позвать, если вы сильно ограничены в бюджете? Вы начинаете перебирать всех родственников, друзей, думаете, кого бы как ни обидеть. По своему опыту скажу, что, на мой взгляд, свадьба – это в первую очередь праздник влюбленной пары. И также в первую очередь вы должны думать о себе. Если у вас не получается выбрать, кого звать или не звать, просто сделайте свадьбу для двоих. Сходите вдвоем на регистрацию. Вдвоем, кстати, потому что на данный момент, в 2021 года, на церемонии бракосочетания не обязательно присутствие свидетелей. Это очень давняя традиция, которая давно утратила свою силу. Я все-таки призываю вас в первую очередь думать о себе, а не о том, как и кому угодить. Ведь это ваш праздник. Если кто-то смеет на вас обижаться за то, что вы не позвали или решили не проводить традиционных церемоний, это проблема того, кто обиделся. Если же у вас есть некоторое скопление средств, лучше потратьте их на совместный отдых или покупку чего-то важного для дальнейшей совместной жизни. Ведь напомню, свадьба – это только начало, а не сказочный конец. Ваше желание провести свадьбу для двоих лишь подчеркнет вашу самодостаточность, а не желание признания, одобрения и бушующее чувство вины. И вообще, ваш образ – это бесконечное пространство для творчества. Попробуйте выразить себя и выглядеть так, как вам искренне бы этого хотелось, как вам будет комфортно, удобно и радостно. Будьте счастливы, особенно в тот самый день. Нет наряда прекраснее улыбки. Много полезных ссылок в описании. Ну а с вами был канал Таниколада, меня зовут Татьяна Колодяжна, и я ваш мастер свадебных украшений. Буду рада помочь, если вам это нужно. Напишите свое мнение в комментариях по поводу вопросов, прозвучавших сегодня. И до новых видео! Увидимся!